приветствую зрители своего канала вы находитесь на синхронизации моей жизни на ролик зашел то что как пожарить кальмар да сейчас я буду жарить его двумя способами с майонезом с водичкой то есть получается с бульоном ту воду которую отдает кальмар потому что он сам по себе водянистый вот и в то же время сухой такой который будет стрелять будет он сильно сушеный так сейчас я начну с того что как чистится кальмар чистится он довольно не долго и несложно но в целом целом как-то так вот то есть ножичком надо защищать не только вот эту вот сюда а вот дело в том что вот эту вот вот эту пленку самое главное снимать снимается на конечно намного намного дольше вот плавник обычно он всегда начали так вот откидывается вот и в дальнейшем получается так вот все убираю всегда обычно ногтем а так вот подрезаю чтобы она была гораздо больше так быстрее самое главное убирать и вот этот хитину вот этот вот ее нельзя есть ни в коем случае и старайтесь чтобы кальмар недолго лежал без холодильника то есть или он замороженный или потому что он это все-таки белок очень быстро разлагается так все это тоже убираем здесь тоже есть такая же пленочка с этой стороны вот она подчищается смотрите дети и вот она полностью убирается убираем ее чистим все так и плавник больше всего не люблю очистить плавники так вот примерно сколько за три минуты считаете почистил кальмар но опять же маленький так в принципе за пять минут кто-то чистит кипящую воду для быстроты но он уже получается все таки вареный а я буду сейчас жарить и готовить именно сырой кальмар и он будет намного намного будет вкуснее и намного будет такой прям бомба вообще четко четки все это мы тоже так же тоже мы сделали так все это выбрасываю так в общем буду жарить с луком буквально там где без майонеза я буквально немножко лука туда почищу вот и немножко там вода кальмаров так чисто для видео потому что мне вот вообще вот тот сушеный кальмар который он будет стрелять мне он вообще не нравится пересушенный это как креветки такие вот есть сушеные не особо так скажем ножичек острым острый все нормально так что так что все давненько я не готовил вот кальмары не жарил более года поэтому сейчас как бы все ровно все это сделаем но барсик тут барсик тут сразу подает голоса у барсика есть информация определенная он многое знает так и сейчас сразу эту тоже дать это обычно я всегда убираю отсюда ну и здесь тоже вырву побыстрому сейчас все это дело порежу так вот немножко буквально чуть-чуть так ради так скажем масло масло на закипела поэтому кипящее масло кладу немножко будут буквально доводить до этой самой золотистой золотистой корочки буквально подушки чуть-чуть пока сейчас у нас лучок лучок он у нас пока сейчас готовится вот режу я кальмары смотрим да разрезается как смотрите такой большой на половину половину и две две половины на и половина на другую половину то есть вот так вот ровненько все 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 четко и также также здесь разрезается вот так вот то есть пополам и все и можно уже резать так что у нас тут получается с этим с луком напишите в комментариях откуда вот эта вот пена берется сука может лучше даже убрать так ну все жарим до этого я жарил картошку поэтому масло вторичного производства как мне сказали поэтому оно такое так сейчас и режем режем кальмар я обычно люблю чтобы он был потолще поэтому нужно таки вот на на толстые дольки кальмар сразу говорю что режется он плохо хоть ножи вытащите хоть не точите это проверяет ножи на помидоре да я лучше бы проверял бы их на кормале вот но опять же можно вот так вот по отдельности все это дело все это дело делать все такие кусочки поболее так скажем потолще потолще так и этот тоже на видео всегда долго получается тем более без монтажа так сейчас кидать не буду сразу потому что этот кидаю он уже будет поджариваться и надо будет то есть другое вложить поэтому поэтому как то так так ну а этот что у нас тут сейчас мы сейчас мы посмотрим все это все это дело ну что пока здесь лук не поджарился поэтому так нормально сейчас смотрите получается я вот это вот все масло вот эту всю пену я все сливаю оставляю только один лук вот и продолжим жарку всю пену я слил видите масло я убрал сейчас до золотистой корочки у нас поджарится а я пока буду до доделать кальмар так в принципе вот этого одного кальмара я думаю даже хватит на пробу то есть сейчас сюда сразу пускай будет это у нас то есть именно такой ну его единственно надо мельче было два в три раза резать чтобы он прям такой хрустящий был вот так как мне не нравится поэтому я так и и не делаю кто хочет может потоньше тоньше резать кому как нравится лук у нас уже почти поджаривается сейчас лучше что в сковородку мы тогда отставим в сторону кальмар всегда положите именно полностью весь сразу потому что он один поджарится другой не поджарится будет уже немножко не так если вы хотите готовить чтобы прям бомба был вот но доводим его до практически до золотистой корочки но не полностью потому что когда еще будет кальмар обжариваться то лук тоже будет жариться и если его довести конкретно до золотистой корочки тогда он уже будет у нас пережаренный будет уже подгорать все четко все четко это дело надо делать дело надо делать четко делай с нами делай 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 начинался слова города летова так то есть и вот так вот весь кальмар мы будем так ребята пока я режу кальмары то есть решил приготовить этот он более так скажем четко и вот эту жидкость я вылью все и я выливаю немножко он уже по поджарился так все смотрите в общем получается готовим до готовности то есть данный момент кальмар у нас уже стрельнул прям реально он то есть тренинг там один два три раза до его когда он уже начнет подлетать без всякой воды без всего сухой ложкой беру то есть и вот значит потому что он водянистый вода из него хоть значит он готов то есть вот такое есть еще если его помельче порезать то он будет вообще примут как там вот так скажем ночью он будет вот видите нажимаем и прям жидкость из него уходит он прям будет сухой сухой вот но этот все уже приготовился то есть смысла больше готовить не так и переходим в другой партии в общем смотрите положил я весь кальмар и до этого добавил немножко масла в общем свежего и свежее масло сразу убрала пену можно немножко тоже добавить с этого кальмара я жидкость не буду выливать и плюс будет все с майонезиком поэтому все будет вообще все будет четко все будет ровно посмотрим это дело единственно надо было вот сюда прям целую луковицу все-таки лука побольше луковицу ложить вот это вообще вот этот кальмар будет просто бомба просто взрыв взрыв мозга так сейчас я посмотрю в общем по времени сколько будет он жарится вот чтобы быстрее жарился да чтобы кальмар отдал больше жидкости то его надо всегда накрыть крышкой сейчас я крышкой накрою и доводим до кипения так смотрим да смотрите у нас под крышкой получается сейчас закипела то есть кальмар у нас в данный момент отдает воду и будем мы сейчас уже реально солить так как морепродукты любят у нас соль и кстати те кальмары я не солил вот то эти сейчас посолю посолю эту воду я выливать не буду что мне нравится именно с водичкой в общем делаю по своему рецепту это как я знакомым приезжал беларуси да и попросили посолить сало вот говорят как сало я говорю вот так вы солите вот так и солите ногу мне так нравится так этот самый игру вот как считаете самое вкусное так делать вот сейчас я делаю самое вкусное то есть и даже то что до этого было вторичное масло но его все вылил то есть кальмар обжарился добавил вот этот черный это осталось от картошки но но вообще-то тут ерунда вот все крышкой больше не накрываем то есть лишняя вода именно жидкость она выпаривается прошло ровно пять минут то есть я поставил на плитку накрыл крышкой прошло пять минут и все и сейчас пусть еще она варится где-то тоже примерно минут пять и в дальнейшем мы все дело посмотрим сюда даже на середину сделать середине но как-то поплотнее так скажем все будет все будет четко так не все прошло у нас еще пять минут и сейчас майонезико добавляю вот одну такую ложенцию более того оно и не надо вот жидкость жидкость получилось немножко пересоленая но так как кальмар на себя соль особо не берет кальмар получается он чуть-чуть буквально взял то есть он особо вообще не соленых вот но в целом ребята ну алё гараж готовит еще бомба просто бомба тут взрыв мозга так так как у нас много кальмар дал воды обычно я всегда первую воду сливая потом делаю под крышкой да кто знает и потом я получается этот самый вторую воду я уже не сливаю вот сейчас еще разбавлю майонезом поэтому но не будет не будет жидкость пересоленая все будет ровно вот и самое главное сейчас момент то есть буквально есть есть 15 секунд чтобы этот момент не упустить потому что если упустить этот момент все мы готовили зря можно реально все будет все то есть уже не получится все это делать съесть вот эти 15 секунд нам надо не упустить мы сейчас посмотрим а 15 секунд про которые я говорю это сейчас смотрите получается то есть у нас все закипело да и когда будет у нас майонез превращаться в масло то по краям будет именно вытекать это масло когда она только-только получится вытекать то есть когда майонез будет превращаться в масло все мы выключаем полностью кальмар наш готов потому что если полностью майонез превратится в масло а превращается оно буквально за 30 секунд вот то никакой вкуснятины и блюдо получается как бы поэтому так сейчас я вам этот момент буквально буквально покажу то есть майонез будет у нас темнеть мы сейчас видим как он у нас выглядит сейчас он только как только начнет желтеть сразу выключаем то есть ну буквально там 10 секунд вы можете еще подождать но не более того после 15 все смысла нет вот мы видим да у нас майонез получается все вот смотрите здесь темнеет темнеет если бы было бы меньше воды или не было то это было бы видно хорошо поэтому сейчас мы вот так вот все это дело перемешиваем все а вот вот видите вот в масло превращается смотрите раз вот здесь все то есть вот оно все наше блюдо сто процентов готово подписываемся на канал пишем комментарии ставим лайки всем до новых встреч приятного аппетита спасибо кто полностью видео просмотрел до конца всем спасибо всем спасибо